Каждый день дети переходят по этому пешеходному переходу на школьный автобус. Приходится им перелазить через составы, лазить под поездами и над поездами. Заниматься сталкерством вынуждены даже первоклассники. Теперь дорога до остановки школьного автобуса вместе со всеми препятствиями вместо двух минут занимает все десять. Лазать под вагоны детям со станции Красноселка приходится из-за локомотивов, которые останавливаются прямо на пешеходном переходе. Перелазим через поезд. Или просто обходим его. Я боюсь, что когда будем перелезать, то он может поехать и мы не спрыгнем. Анастасия каждый раз провожает сыновей в школу с тяжелым сердцем. Мало того, что из-за местной версии Форт Боярд дети часто опаздывают на автобус, мать переживает, не станет ли очередной квест фатальным. Нервы у женщины сдали после недавнего случая. Состав успел тронуться, как только мальчики выскочили из-под вагона. Дети перелазили, старший Матвей перелез через поезд под вагоном. Младший только-только успел вылезти и состав тронулся. Это было очень страшно слышать от них такую историю. Не дай бог что-нибудь произойдет. Рисковать жизнями ради знаний приходится и другим школьникам. Причем зимой зачастую добраться до пешеходной дорожки проблематично. Поэтому дети переходят рельсы напрямую в тех местах, где пути вообще не оборудованы переходом. Под сцепленными вагонами перебираются даже взрослые. Ведь пешеходный переход – единственная связь жителей станции с внешним миром. Ни в магазин не пройти, ни на трассу, ни на остановку, никуда. Приходится лазить под вагонами. Вчера вот я побежала в магазин, не перейти. Я 9 лет живой, 9 лет такая ерунда. В пресс-службе РЖД стоп-кран для жителей объясняют ремонтными работами. Железнодорожники уверяют, что чинить полотно закончат уже сегодня. Впрочем, южноуральцы не уверены, что проблема с переходом исчезнет мгновенно. Не исключено, что провожать и встречать детей со школы родителям придется до конца учебного года.